На самарских термометрах под 20 градусов со знаком плюс, но снег кое-где еще остался. С последними редкими сугробами ловко расправляется Андрей Корунов. В службе благоустройства он работает уже почти 10 лет. Говорит, приятно приводить в порядок любимое место прогулок самарцев – набережную. Мы патриоты города любим свою набережную. То есть приходим, убираемся, своими руками приводим в чистоту наш город. Очень часто люди не просто благодарят, а даже помогают там. То есть порой, когда снега много был, люди подходили и иногда даже с лопатами нам помогали. С начала апреля на набережной приступили к сезонным работам в рамках месячника по благоустройству. Ежедневная уборка тропинок и газонов от прошлогодней листвы, мойка дорожек. Чтобы привести в порядок только одну очередь набережной на участке от бассейна ЦСКА ВВС до Первомайской, понадобятся три бочки с водой. Это около 15 тысяч литров. Общая протяженность прогулочной зоны свыше 4 километров. Это, как известно, самая длинная набережная в России. Гораздо увеличилось в теплое время. То есть и детвора, и спортсмены. Уборку мы осуществляем, то есть стараемся как можно в раннее время, часовое, то есть сделать, чтобы произвести вот такие особенно моечные работы, чтобы не мешать отдыхающим. Лето почувствовала Ирина Пашинская, тренер по плаванию в бассейне ЦСКА ВВС. На набережной она прогуливается ежедневно. Сегодня, говорит, решила, что пора начинать пробежки на свежем воздухе. С детьми сегодня будем заниматься, бегать, поэтому ждем с нетерпением, когда все у нас тут чисто, пыли не будет, красота будет кругом, как всегда. Сейчас выполнено порядка 20% от запланированных работ. На следующей неделе начнут красить скамейки и урны. Готовить набережную к лету будут до 1 мая. Ежедневно в 6 утра на смену выходит команда из 40 рабочих. Впереди у самарских дворников еще много работ. Им предстоит побелить деревья, при необходимости высадить новые, обработать лавочки. Хлопот добавил и вирус заморский, ведь теперь приходится обрабатывать поверхности, в том числе и скамеек, которых здесь, кстати, больше ста. Но работы дворников не испугать, ведь таким образом они доказывают свою любовь к родному городу. Не словом, а делом. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.